как этническая преступность. Этот вопрос был больно господин Овчинским и нашел дальнейшее развитие освещения выступления Владимира Александровича Лотых. И по этому поводу хотелось бы сказать следующее. Понятие этническая преступность и юридически, и фактически, беспочвенно и неосновательно. Кому как ни поспорил Овчинскому юристу знать, что в российском законе, да и в законе всех цивилизованных стран, не имеет никакого значения, человек какой национальности совершает, например, какое преступление, как изнасилование или убийство. Закон интересует мотивы преступления, а не национальность преступника, не его этническая принадлежность. Если киргиз убивает русского или русский убивает киргиза за то, что убитый киргиз или за то, что убитый русский, это для закона важно. И кому как ни господину Овчинскому знать, в какой статье уголовного голоса прописано, что любое преступление, тем более такое, как убийство и насилование, по мотивам национальной ненависти, есть отягчающее вино обстоятельства. А вот если это убийство произошло не в связи с национальностью жертвы или преступника, если вот эти мотивы национальной ненависти не имели места, но убийство на бытовой почве, как принято выражаться, изнасилование и так далее, то закон не учитывает национальность, когда назначается наказание. Что я тут озвучено и вообще истинно говорю? А вот что касается фактической стороны такого понятия, как этническая преступность, я еще раз повторяю, это несостоятельное понятие, господин Овчинский весьма правильное место вспомнил здесь неоднократное высказание господина Колокольцева, руководителя города Москвы. Так вот, господин Колокольцев, говоря именно о преступности в Москве, подчеркиваю, что весьма значительный процент, до половины тяжких преступлений совершаются приезжими, да, он это говорил. Я не говорю правильно это или неправильно, но он это говорил. И никогда он не говорил об этнической принадлежности этих приезжих. А вот господин Волох совершенно правильно привел точные цифры. 3% преступности в России приходится на долю мигрантов или безгражданств. 3%. Более половины нарушений закона это связано с документами, с тем, что они тут вот неправильно пребывают, не так заполнили бумаги или вовсе их не заполнили. Что касается таких преступлений, как изнасилование и убийство, то есть тяжкие преступления против личности, ничтожно, абсолютно мизерно доля этих преступлений, я располагаю точную статистику, которые доставлены одни, не где-нибудь об гуде города Москвы, просто нет передо мной сейчас цифр, да и нет нужды их облажать. Здесь в общественной палате с высокой трибуны господин Свалидзе неоднократно приводил эти цифры. И поэтому, учитывая, что приезжие в город Москву это в основном люди русские, маятниковая миграция 2-3 миллиона человек в сутки. И учитывая, что даже те, кто этнически нерусские, это граждане России, например, выходцы с севера на Кавказ, бессмысленно говорить об этнической преступности и тем более придавать ей юридические значения. Я думаю, даже господин Овчинский не решится сказать, что, скажем, большинство убийств и изнасилований в городе Москве, хотя бы половину их убийств, совершают, ну скажем, граждане России из Дагестана или еще из какой-нибудь Северной Кавказской республики. Потому что господин Овчинский, надо думать, и сам знает, что это неверно, что это просто неправильно. И господин Колокольцев никогда таких цифр не приводит. Так вот, господа, хорошо, с моей точки зрения, что не говорится в этом документе об этнической преступности. Это неверная формулировка, это юридически несостоятельное и российским законодательством непредусмотренное понятие. А вот преступление на порчу национальной ненависти, возбуждение национальной вражды, это то зло, которое грозит самому существованию российского государства. И как хорошо, что господин Колесников напомнил нам здесь о том, что Россия есть исторический наследник всех тех государств и цивилизаций, которые существовали на огромной территории, от Кронштата и до Владивостока. И вот если мы об этом будем помнить, как говорил господин Колесников о том, что двуглавый орел герб нашей страны и три короны на гербе нашей страны, если мы будем помнить, что все мы граждане России, что мы единая гражданская нация, что мы должны образовать гражданское и политическое единство, и если мы будем воспитывать наших детей в традициях интернационализма, в самом лучшем смысле этого слова, полагалось, но, к сожалению, не делалось в советские времена. И вот тогда, господа, мы преодолеем те проблемы, которые сейчас перед нами стоят. Спасибо.